сейчас мы пройдем в мою личную спальню осмотрим ее так но здесь ламинат на полу хорошие обои достаточно рада ремонты давно делал в углу стоит мягкое теплое кресло где можно сесть и отдохнуть от компьютера почитать какой журнальчик вот при желании можно сюда налить ароматические масла зажечь свечку при желании ну тут присутствует шкафы они наполовину пустые вид на природу и тут такая находится большая кровать большая кровать и она занята только наполовину вот это вот мое место вот это место вакантное ну пока я не знаю как долго но она вакантная да вот так же тут всегда у нас стоит минеральная вода специальная именно вот это я пью минеральную воду ночь иногда пить хочется встаешь и это ну и также всегда под рукой под зарядкой для телефона вот вот такая вот спальня история с прецедентством на это вакантное место может длиться неограниченно долго потому что всем нам известно есть люди которые вас хотят а есть люди которых вы хотите и зачастую два этих понятия несовместимы абсолютно несовместимы бывают да ну и соответственно это место может оставаться вакантным очень долго обзор небольшой кухне значит кухне очень маленькой видите но все есть все необходимые как бы есть вот сейчас раннее утро я сегодня встал полдесятого сейчас у меня в турке готовится турецкий кофе и после кофе кофе я пью по утрам в обязательном порядке до этого ничего не делаю после кофе я значит созрел сделать что-нибудь жидкое супчик какой-то вот у меня есть такие были ингредиенты морковка картошка лук помидорку может две возьму горох зеленый и коричневая фасоль но и там плюс еще специи будут вот так что сейчас пью кофе начинаю нарезать и буду изготавливать суп или борщ и не знаю как он будет скорее суп это будет называться идет процесс приготовления значит я забыл рассказать про мясо вот у меня тут вот видите свиные ребрышки килограмм свиных ребрышек один куском я бросил туда варится сейчас не знаю можно было порезать на я одним куском варю на сейчас сюда еще бросил перец что там еще чеснок настрогал мелко и посолил не знаю брата неправильно но вот вот так варится да и как я слышал когда-то кто-то не говорил что нужно делать обжарку я раньше бросал это все туда вот а сегодня сделаю обжарку значит здесь у нас лук морковь и чуть позже брошу еще помидор вот но я обычно не читаю инструкции всякие да по приготовлению пищи я знаю что я как бы я не сделал меня 8 вкусно я как-то чисто интуитивно вкусно делаю а теперь дело еще с пережарка вы такой это будет еще этого вкуснее так что процесс идет и так мясо я вытащил вот видите ребрышки вроде бы сварилась я самое проверял вот этой штукой вроде бы это нормально провалилась и вот теперь этот засыпал все ингредиенты свет включу вот эти все ингредиенты здесь пережарка фасоль гороха не стал бросать фасоль просил немножко дарил воды сейчас посмотрю еще по вкусу посолить дар придет чуть побольше ну и все и сейчас это собираюсь на стирку для сегодня 6 тирпи заказано уже снял первую пробу вот видите как это выглядит на жарости такой снял первую пробу все отлично даже мне пришлось подсаливать то есть сразу же на угад подсолью правильно буду сейчас обедать пришел стирку мне тут уже вторая партия здесь на двух машинках уже как бы до простиралась вот здесь уже заканчивается постиралась покрытие постельный новое покрытие кровати еще все выстирываю все вычищаю здесь полная машинка просушилась барахлишко разные и шкафу у меня наверное еще сушится постельное белье в принципе уже готово можно будет выключать а так написано класс уже все готово ну все сейчас я значит что делаю это отношу домой оттуда постели отношу домой это запихиваю сушилки и через 30-40 минут прихожу и забираю и на этом моя постелочная компания сегодня заканчивается принес из сушки покрытие ну это как называется кожух над матрасника матрас да тут вот вот это и вот это вот это и вот это белье нужно вместе соединить через это ну молнии короче и видите она как села тут одному очень сложно очень сложно очень сложно будет я даже не знаю как я смогу это сделать как-то надо пытаться видите поролон который должен быть внутри он больше чем это это покрытие надо как-то изощряться сегодня весь змог все-таки застегнула делая покрытие видите вот тут если я буду лежать там будет горб видите горб будет ну она усадку дала со времени может рассосется ну тут одному никак не справиться тут уже второе тело вот видите что вот одно тело тут лежал другое тело тут лежал тогда все это разровняется а так мне придется сегодня ночью сначала на одном краю спать потом перевозить на другой чтобы это немножко все улеглось вот такая проблема так видно меня видно в общем что я хочу сказать тяжело жизнь шведского пенсионера а тем более холостяка все приходится делать самому более того более того обычно я сижу допоздна у компьютера да ну часов так до часа до двух бывает вчера до часа сидел да и по идее должен был встать утром но часиков то где-то 12 ну пол первого примерно так да это стандартный мой режим а встала сегодня вот вы не поверите пол десятого проснулся даже 9 часов 9 часов ну посмотрел что это безобразие вставать в 9 часов утра это слишком рано конечно работать не надо по идее в общем еще полчаса помучился встал значит и стал заниматься делами почему я встал так рано потому что ответственность шведский пенсионер холостяк должен иметь ответственность но я всегда был ответственным человеком да вот и соответственно почему я встал так рано ну во первых нужно было приготовить завтрак себе но это само собой разумеется кофеек немножко порошка съел вот потом нужно было пойти в магазин купить кукольные продукты а в основном нужно было мне я уже список составил вчера еще ночью по хостовара ну кое-что ну там туалетную бумагу взять про запас конечно стиральный порошок про запас и 10 килограмм такую большую пачку взял на полгода хватит 10 килограмм порошка да потому что на сегодня у меня было намечено кроме стирки грандиозной стирки а постирала сегодня очень много ну я как бы коплю коплю да потом раз две недели примерно иду и стираю и вот сейчас у меня вот на столе там целая сумка была я не знаю видно или не видно сейчас наложим вот тут еще сумка стоит и вот тут сумка стоит это с постельным бельем да и там у меня в сушке еще стиралки еще две машинки это крутится вот то есть ответственность ответственность организм как бы это чувствует и просыпается чуть свет не заря то есть я как бы еще не выспался казалось бы но я выспался по аналогии вот я в этом аналогии расскажу вот а так как после стирки я еще запланировал магазин сходил стирку сделал запланировал еще приготовить супчик супчик ну вы уже там посмотрели в предыдущем кадре как я супчик готовлю да вот и соответственно я там немножко вставлю как я в стирке был это я до этого как сейчас говорю вставлю уже да вот это занимает время потому что супчик приготовить тоже там уже подумать какие ингредиенты как нарезать в какой последовательности их варить там или жарить ну вы видели там показал уже да в общем это меня заняло практически весь день вот это все поход в магазин стирка и приготовление супчика ну в перерывах я конечно смотрел интернете разные там интересные вещи для себя поздно послушал поздно интересно рассказывал вот этому гордому украинскому журналисту гордому очень очень интересное интервью было вот сейчас я что должен сделать сейчас я должен каким-то образом вот это постельное белье я должен каким-то образом красиво это ну как бы они еще не совсем просохла я тут не на стопроцентную сушку ставлю потому что это потом будет сложно собирать я сейчас вот так вот так вот раскинул мне прижить здесь прижить для этого для полные стопроцентной просушки да вот это покрытие на кровать саму вот так мы его бросим красиво для подушка кажется это для другого одеяла для кровать широкая и там два одеяла можно вот это для второго одеяла сюда подмышку то есть вот, ага, для второго но эти в принципе сухие их можно так разбросать не глядно эти сухие вот причем я управляюсь я прям прям забыл про свою больную руку не больную а после операционную руку она у меня в общем то и не болит Но все равно, все равно нужно ее беречь Я забываю ее беречь Потому что 3-го числа я иду На раскрытие Вот этого бандажа И по идее там все должно быть нормально Правда ночью Я иногда под утро, когда начинаю просыпаться Я чувствую Какие-то ощущения, что я чувствую шов Я чувствую его Может быть расходятся нитки В общем, вот у меня постельное белье Вот так вот Красиво сейчас Подсохнет немножко Это я уже потом Разберусь И главное не забыть Через полчаса нужно пойти еще взять Остатки Покрытие На кровати Специальный матрасик И покрытие я тоже простирываю Ну потому что Начинается новая жизнь Я сейчас все обновляю Перестановочку сделал Обновляю Переставляю Вот И Вот таким образом И сегодня у меня по плану Что еще у меня по плану было По плану у меня было записать ролик В принципе я вот сейчас записываю Может быть это подконцовочка Записал уже Те кусочки, которые вы видели в начале Ну и возможно что-то еще скажу Что такое Психологическо-философское Если на ум что придет Потому что когда голова забита этими бытовыми проблемами Философско-психологические моменты не особо идут Хотя они есть Они крутятся на подсознании Прямо конкретно крутятся Вот Потому что Как бы я не знаю в чем проблема Но Когда я вот с раньше приехал С раньше приехал Во-первых я вернулся к своему старому образу жизни Вот То есть сижу очень поздно И встаю очень поздно Хотя на ранчо я тоже поздно ложился Ну как бы там Ну в 12 час Бывало в 2 Но вставал Просыпался Часто пол шестого утра Пол шестого я уже мучаюсь Мне нужно встать Вот Иногда я вставал пол шестого И шел там Завтракал Что-то Начинал так не торопясь делать Уже с утречка Или мучился до 9 примерно И уже только с 9 начинал завтракать И какие-то производить работы Вот Сейчас я возвращаюсь к старому своему режиму Когда поздно ложусь И поздно встаю Вот Встаю 12 в час примерно Ну а Что интересно От этого Уровень тестостерона Даже начинает расти Я так чувствую Что уровень тестостерона Во мне Растет Когда я Поздно ложусь И поздно встаю То есть Дора должно быть полное высыпание Максимальное высыпание Я так понял Что для разных людей Разная генетика Одним может и 5 часов достаточно Чтобы Так сказать Выспаться И полноценно себя чувствовать А другим Как мне Наверное нужно 9 А может 10 часов Но опять Это зависит от возраста Конечно Но я и раньше любил поспать Правда Когда я работал Судей в Швеции Я не мог себе Позволить Такое удовольствие Я всегда Через силу вставал Ну Потому что Я ответственный человек Встававшему на работу Работал Подосет Вот А сейчас Я расслабился И я могу позволить себе Могу позволить Хотя ответственность Все равно присутствует Почему Я сегодня встал Не в 12 часов Встал В полдесятых Где-то В 9-30 Примерно так То есть ответственный организм Уже настолько Натренирован Вот к этому Внутреннему подсознанию Когда ты понимаешь Что тебе Запланировано Что-то сделать Ты должен Кровь из носа Сдел Выполнить Всю программу Несмотря на то Что ты свободный человек Ты пачангер настоящий Да Тебя Тебя никто не заставляет Не будет Никто тебя наказывать Не лишать зарплаты Ну точнее Не лишать премии Какой-то Да Бонусов Что ты что-то не успела Я опоздал на работу Или что-то Ну вот я все равно Встал Раньше времени Все запланировано Сделано Ворми Четко вообще Просто я сам удивляюсь И теперь Еще куча времени Сейчас у нас Еще 7 часов Нет Я уже все переделал Ну сейчас единственное Барахнишко разложить Более-менее Даже чтобы она не сильно Помятая была Вот И как бы все Вот А тестостерон растет Прямо конкретно Неимоверными темпами И утром Особенно утром Вот В течение дня Постоянно К вечеру К ночи даже А утром Прямо зашкаливает Прямо зашкаливает Я не знаю Это самое Как от этого избавиться Вот Уже как бы Питаюсь Так себе Да Вот Единственное Супчик сварял Так все равно Бутербродок На сухомятке Какой-нибудь там Даже каши полезной Не ел Ну так Быстренько Если макарончики Какими-нибудь забросил Основной бутербродики Там Жаль Картошечка Такой все Вредная Мозг Для организма Но организм Все равно Как бы Не подается И чувствует себя Хорошо Чувствует себя Хорошо Не по возрасту Молода Да Вот И даже Не знаю Не знаю Что с этим делать Как ограничить Или как Избавить От излишков Тестостерона Голову ломаю Ну ладно Сейчас я Опять у меня Голова забита Нужно все это разложить Может быть Я чуть попозже Продолжу свой ролик А пока Закрываем Да И по поводу сна Продолжительности сна Точнее Когда вставать Когда ложиться Ну мы знаем Эту дурацкую Поговорку Кто рано встает Тому Бог подает Или типа этого Что-то Да Ну это Это не знаю Средние века Просто пережитки Прошло Для колхозников Да Волей-неволей Приходилось Вставать Чтоб подоить Корову Там утренние дойки Там сено Покосить По утречку То да сё Но вот Последняя эпидемия Коронавирусная Она показала Что это совсем Не так Совсем не так И сейчас Эту поговорку Можно переделать Кто рано встает Пусть другим Не мешает Да Примерно так Почему Потому что Ученые Ну естественно Изогнивающей Европы Точнее из Америки Произвели Значит Исследование Такое исследование Во время Коронавирусной Эпидемии Когда многие люди Из офисов Перебрались На удаленную работу Из дома работали Там туда-сюда Из других Даже стран И оказывается Выяснилось Что Примерно На 30% Эти люди Стали спать Дольше То есть Когда они стали Работать удаленно То есть Когда они Нужно приходить В офис В определенное время Там С 9 до 5 Допустим Вот Они стали Вставать позже Ложиться Тоже позже Вот И таким образом Как бы Смещали тот график В сторону Увеличения И соответственно Они там спали Я не помню Сколько по этим Последним На час Или на полтора Больше Чем это Чем они обычно Спали То есть Увеличивается Количество сна У них Вот И начало работы Сместилось Резко Туда Ближе К середине дня И что оказалось Что производительность Труда У них повысилась Мало то что Производительность Труда Повысилась Они стали себя Лучше чувствовать И физически И психологически Представляете Лучше Стали чувствовать Вот То есть По всем параметрам Это стало лучше Но это Это берется В общем В целом Да Ну и потом Еще они стали Изучать Это Интересное Такое Интересное Наблюдение И Для меня Этот был Дам уж Понятно Я всегда Старался Подольше Утром поспать И вечером Подольше Лечь Попозже Лечь Но вот Есть такие Они сказали Есть такие Циркадные Ритмы То есть Это естественные Естественные процессы Регулирующие Сон И бодрствование Они во многом Генетические Почему говорят Если у них жаворонки Есть эти совы Ну совы Как я Типа того Да Вот Но даже жаворонки Даже жаворонки Их все равно меньше Они генетических Меньше Да Они просто Вынуждены Были подстраиваться От условий работы То есть Много профессий Где требуется Рано вставать В частности Я работал строителем Я вставал Очень рано Потому что В семь Пол седьмого Пол седьмого Должен был быть На работе А работа Часто была Полтора Два часа Ехать на машине Там будет В отдаленную степь Вот Ну соответственно Уже раньше встать Одеться Поесть Там умыться То 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 И часто Часто бывало Я в четыре Пол пятого Вставал Утро Ехал на работу Возвращался Поздно Уже ни рук Ни ног И в девять часов Я уже ложился спать А утром Опять рано вставать То есть Я насиловал Свой организм Почему я говорю Что сейчас Я не хочу работать Мне предлагают Много халтур Разных За деньги Предлагали И сейчас Опять начали предлагать Совсем недавно Мне предложили Халтур Я отказываюсь Я отказываюсь Я не хочу быть Рабом работы Даже за деньги Я не хочу быть обязан Вставать в определенное время Рано Как правило Отрабатывать Вот эти часы И причем Несколько дней подряд Даже за деньги Потому что Я настолько уже Наработался И настолько Мой организм уже Мой организм Решил за меня Жить по-человечески Не гробить свое здоровье Почему нет Тестостерон Сейчас растет Просто неимоверный темп Потому что Мой организм Начинает восстанавливаться Понимаете Годы идут А организм восстанавливается Я чувствую себя Лучше и лучше Вот что интересно Вот Хотя Хотя Есть одно замечание Что Когда я сижу дома Здесь У компьютера В основном Сижу Там Меньше много Двигаюсь Чем обычно Чем я летом Двигался На даче На раньше Точнее И Как бы Ну Затормозилось У меня Как бы Не хуже Не лучше Ну Затормозилось Я чувствую Опять Иду в спячку Поэтому Сейчас решил Больше повышать Свою социальную активность Больше общаться С народом Мне вот Недавно Анзор Анзор мне сегодня Звонил Говорит Что-то Куда пропал Давай В общем На днях Я думаю Встречу с Анзором Вот Еще есть люди Которые хотят Со мной встретиться Надо повышать Свою активность Двигаться Шевелиться И при этом Третьего числа Снимает Эту фигню И Третья будет У нас Пятница Да И Если я там С хозяйкой Договорюсь В пятницу Вечером Или Субботу Утром Поеду на раньше И начну там Дальше работать Вот Как-то Ну Так Не сильно Я посмотрю Как мне тут Сошваим Вот И все нормально Буду Что-то делать Такое Чтобы Сильнее Не нагружать Руку Вот Это для меня Вот эта работа На раньше Просто Идеальный Идеальный Уброс жизни Вот Ну а К чему я веду Что сон Это самое главное Сон Это самое главное Это Наши И психическое И физическое Здоровье Вот И Достаточное Количество Веробас Тестостерона Повышается Либидо И так далее И так далее Да Вот Я на своем примере Это уже изучил Понял точнее И вот сейчас Вот доношу Для людей Которые Как бы это не знают То есть Главное Высыпаться Бросаете Вот эти работы Когда вы Вынуждены Как я бы Вынужден Гробил Своё здоровье Гробил Конкретно Вставать слишком рано И ложиться Слишком рано Сейчас я вошел В свой график Генетический график Да От природы И очень этим доволен Очень доволен И всем советую Прислушаться К своему Организму Ну на этом Мы сегодня Заканчиваем Заканчиваем Заканчиваем